всем привет сегодня хочу поделиться своими вязальными проблемами с которыми я встретилась при вязании крючком вот таких милых овечек я посмотрела некоторые видео как вяжут овечек и решила тоже сама попробовать для этого я для каждой вот такой овцы я использовала вот такую пряжу и вязать конечно трудно потому что очень тяжело видны петли но для вязания вот такого большого туловища можно использовать и в общем то я осталась довольная и купила разные цвета такой шерсти пряжи это не шерсть извините это пряжа по полистир стопроцентный и решила что я могу вот такого размера вязать овечек что интересного в этой пряжи что нить можно еще разделить на смотрите на три нити и тогда будет более тонкая нити можно связать мелкую опцию я потом попробую тоже ее сделать туловище я попробовала из этой нити вот этого зайчика связать но я заметила что в общем то это не подходит потому что за чик такой какой-то махматенький получился и в какая же проблема я не знаю может вы тоже встречаетесь или те кто уже давно вяжет у них таких проблем нет у меня вот самая главная проблема это это ноги ноги видите сколько я тут вижу вижу но вот последние вот эти три они уже более-менее одинаковые вот эти первые не я ими не довольна но решила не распускать чтобы смотреть какие ошибки почему это происходит и что еще интересного если научишься вязать вот эти ножки то они подойдут и для козликов и для осликов и поэтому я решила посмотреть уточнить свои ошибки не пропускать петлю если начинаешь вот снизу вязать чтобы все время здесь у меня сначала идет кольцо наше волшебное из 6 петель а затем когда мы соединяем нужно но у меня здесь 8 петель и важно чтобы эти 8 петель не упустить вот я здесь связала начала вот этого копытца и затем пойдет переход нити и вот здесь конечно для меня очень трудно все время правильно провязать чтобы затем шло нормально там 6 извините 8 8 петель и тогда ножка получается такая вот более ровная ну и конечно с этой овцы которые я хочу еще рога сделать чтоб это был мальчик хотя можно пас я посмотрю может быть я возьму более такие рожки маленькие не не очень большие практически это овца у меня уже либо ранчик уже довязан осталось только одну ножку правильно связать и можно уже подсоединять и пасхальным праздником германии мой моя вот эта овечка или баранчик будет готов даже можно я заметила если ты научишься вязать именно смотрите ручки тоже красиво вязать что-то одно потом можно все время комбинировать и делать что-то по-другому потому что для овцы общем мордочка почти все время одинаковая я попробовала связать вот такую пасхальную овечку все время что-то интересное получается пока вяжешь тоже приходят идея я конечно не настолько там опытная вязальщица но именно для хобби и поделиться что я делаю чтобы если кто-то тоже хочет заняться вязанием есть время то естественно можно это делать и не бояться теперь у меня просто появилась идея еще навязать маленьких барашков и затем посмотрю что еще получится потому что я вот специально купила вот эту пряжу она по-моему турецкая и но приятно вязать и нет извините тоже с китая магазине я покупала ну что ж я хочу чтобы вы тоже написали комментарии комментарии что у вас очень хорошо получается как вы вот эти ножки вяжете чтобы не ошибиться но и у меня может быть ошибки получается из-за моего зрения если на на объявители я рассказывал что у меня в общем один глаза вообще не видит хорошо поэтому я очень имею плохое зрение и может тяжело иногда попадать в петлю в нужную я могу пропускать может из-за этого получается что нужно все время пересчитывать и пересматривать и распускать спасибо что посмотрели всем пока и и хороших вам ровных петель пока пока